Утвержден окончательный дизайн пикапа Cybertruck. Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX смог проехать 1200 километров на одной зарядке. Винкоптер готовит 12 тысяч грузовых дронов для крупнейшего в мире развертывания. Микродрон с крыльями получил светящиеся мышцы. На эти и другие темы мы поговорим прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! После нескольких ревизий Илон Маск объявил, что дизайн Tesla Cybertruck окончательно утвержден и обновил сроки начала производства первого электропикапа компании, угловатого монстра, как будто специально предназначенного для постапокалипсиса. Из-за продолжающегося дефицита микрочипов серийный выпуск начнется не раньше середины 2023 года. Ранее Маск рассказывал, что Cybertruck получил функцию управления задними колесами, а также несколько конструкционных изменений. В начале июня пикап появился на публике в новой комплектации, которая соответствует американскому законодательству. Электрокар лишился боковых камер, вместо них на Cybertruck теперь установлены традиционные зеркала заднего вида, а также установили гигантский стеклоочиститель на лобовом стекле. Немецкий концерн Mercedes-Benz доказал рекордную эффективность своего концепта Vision EQXX. Электрокар проехал более 1200 километров по дорогам общего пользования и спортивному треку без подзарядки. За время путешествия он побывал в Германии, Франции и Великобритании, а вся поездка заняла два дня, из которых электромобиль был в движении 14 часов 30 минут. В компании отметили, что этот рекорд особенно важен с точки зрения инженерных достижений. Концепту удалось преодолеть весь путь с батареей на 100 киловатт-часов, что меньше, чем у серийной модели EQS с блоком на 107 киловатт-часов. Элементы питания концепта не отличаются от обычных литий-ионных батарей, его секрет в обтекаемом корпусе и запатентованной системе управления температурным режимом. Последняя контролирует состояние электронных компонентов в зависимости от окружающей обстановки, сокращая таким образом расход заряда почти до 8,5 киловатт-часов на 100 километров. По заявлениям Mercedes, технология не ограничивает электромобиль и подстраивается под задачи. Он работает как зимой, так и летом, а также поддерживает условия интенсивного движения. Завершить блок о технологиях в автомобилестроении хочется новостью от шведской компании Volvo Trucks, которая начала тестировать свой первый грузовик на водородных топливных элементах. Пока безымянная модель была разработана Cellcentric совместным предприятием Volvo и Daimler. Водородный грузовик обещает запас ходов в 1000 километров и полную заправку всего за 15 минут. В Volvo предполагают, что такой автомобиль пригодится для грузоперевозок в удаленных и недостаточно развитых регионах, странах, где нет инфраструктуры для полностью электрического транспорта. Первый грузовик Volvo, работающий на водороде, поставляется с двумя топливными элементами общей мощностью 300 киловатт, а его вес при максимальной полезной нагрузке составляет 65 тонн. Как и дизельные автомобили этой марки, новый тягач может проехать 1000 километров, пока ему не потребуется дозаправка. Главная особенность нового грузовика, гарантирующая большой запас хода, заключается в его топливных элементах, которые проектируются инженерами Cellcentric. Система вырабатывает электричество, пока автомобиль находится в движении, используя комбинацию из водорода и кислорода. Единственным источником выбросов в результате химической реакции является водяной пар, который не загрязняет окружающую среду. В то же время в Volvo признали, что сама технология топливных элементов находится на ранней стадии разработки, и автопроизводителям еще предстоит решить несколько серьезных проблем. Так, они пока громоздки по отношению общий вес топливных элементов к эффективному весу, то есть объему хранимого топлива. Еще одна проблема, пока крайне незначительные объемы выработки в Европе и мире зеленого водорода, которым было бы желательно заправлять подобные грузовики. Он вырабатывается с помощью возобновляемых источников энергии и не создает никакой экологической нагрузки. Серый или голубой водород тоже подойдут, но их выработка происходит с выбросом CO2, а это не укладывается в энергетические стратегии стран Евросоюза, США и ряда других развитых стран. Немецкая компания WingCopter подписала соглашение о развертывании 12 тысяч своих дальнобойных дронов с тройной доставкой по всей Африке в течение следующих пяти лет, что обещает стать крупнейшим коммерческим развертыванием беспилотников из когда-либо предпринятых. WingCopter 198 – красивая машина с размахом крыльев 198 см и способностью перевозить до 6 кг груза. Это продуманная конструкция с 8 пропеллерами, установленными на рычагах, выходящих вперед и назад от крыльев. Дрон будет летать со скоростью до 144 км в час на расстояние до 110 км в широком диапазоне погодных условий. Если вам нужно сделать несколько доставок, он сможет перевозить до 3 пакетов за рейс, зависая и отпуская их на землю в точках сброса. Дроны предназначены для полностью автономной работы. Или в качестве альтернативы оператор может использовать программное обеспечение станции управления WingCopter для мониторинга или пилотирования до 10 дронов одновременно. Развертывание такой обширной сети дронов играет огромное значение в Африке, где недостаточная инфраструктура является препятствием не только для экономического развития, но и для решения таких проблем, как здравоохранение. Этот парк дронов будет быстро и без вредных выбросов доставлять товары, лекарства, лабораторные образцы и вакцины в отдаленные места. Стартап H2 Clipper мечтает дать сомнительной технологии водородных аэростатов второй шанс. Разработчики уверены, что грузовые дирижабли окажутся выгоднее морских судов в перевозке грузов на большие расстояния. Они будут летать быстрее, обходиться минимальной наземной инфраструктурой и все это с нулевой эмиссией парниковых газов. Разрабатываемый стартапом дирижабль сможет брать на борт 150 тонн груза и перевозить его на расстояние 9650 километров с крейсерской скоростью 280 километров в час. Это примерно в три раза медленнее, чем пассажирский Boeing 787, но в 7-8 раз быстрее, чем грузовое морское судно. В сочетании с предполагаемой стоимостью расходов по подсчетам H2 Clipper она будет составлять четверть суммы за тонну на километр, которую платят авиаперевозчики. Водородные дирижабли действительно могут стать более привлекательным способом грузоперевозок. Американские и китайские инженеры разработали небольшой дрон массой 0,65 грамма и длиной 4 сантиметра. Он держится в воздухе благодаря восьми крыльям, которые приводятся в движение диэлектрическими актуаторами, светящимися во время работы. Также авторы разработали систему из трех смартфонов, позволяющую восстанавливать траекторию полета дрона. Главное отличие нового актуатора от предыдущей версии заключается в том, что инженеры добавили в верхний слой эластомера электролюминесцентные частицы, которые излучают свет определенного цвета под действием электрического поля. Эксперименты показали, что излучение становится заметным для человека и камер, когда параметры работы актуатора превышают 500 вольт и 400 герц. Инженеры создали актуаторы трех цветов – синего, зеленого и оранжевого. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Еще больше полезной информации вы найдете на наших ресурсах, ссылки я оставлю в описании. Также не забывайте писать комментарии под этим видео. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!